Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, время еще даже нет 9 часов утра. Сегодня я решила записать влог, потому что я сегодня иду к парикмахеру. Уже задумала видео на тему было-стало, но главное, чтобы не отпало, потому как в случае с моими волосами, конечно же, самое главное, чтобы волосы, они, в общем-то, сохранили свою текстуру максимально, чтобы они не выглядели плохо в том блонде, который в итоге я получу. Вчера очень долго я дискутировала с мужем на том, какой блонд мне сделать. Я показала вот эту фотографию и объяснила ему, что я хочу вот так. И могу сказать, что эта техника, конечно же, одна из самых, точнее, не техника, а рисунок. Это инновативный рисунок сейчас вот таким образом очень часто делаю так называемый балаяш-шатуш. Я много раз рассказывала, что придавать значение и разницу искать в этих названиях и в техниках не стоит, потому что это очень-очень сложно. Очень советую всем, кто хочет получить определенный результат, будь то мужская стрижка, как вчера мы сделали с мужем вчера, он подстригся в паду и при помощи, точнее, моем участии, мы наконец-то выбрали ему другую стрижку, он согласился. Вообще, я поняла, что чем больше я становлюсь блогером, тем больше вес имеет мое слово в том, что касается одежды для моего мужа. И мне это очень-очень приятно, потому что раньше меня спрашивали зрительницы, Яна, а вы своего мужа одеваете? Конечно же, как мудрая женщина, я всегда в комментариях говорила и писала, нет-нет, мой муж сам, только сам выбирает себе одежду. Конечно же, я всегда очень сильно влияла на его выбор, как человек, который живет в Италии, который уже видел и мог считывать и понимать, как одеваются здесь итальянцы, местные жители, итальянки в том числе. Кстати, мне часто пишут, хотя не очень часто, но случается достаточно, я даже на свой инстаграм публикую подобные высказывания. Мне пишут, Яна, ну вы вроде все так правильно рассказываете про моду, делайте хорошие обзоры витрины, все четко, ясно и понятно, почему же вы сами так плохо одеваетесь? Я могу сказать, что я считаю, что я прекрасно одеваюсь, учитывая те условия, в которых я проживаю свой день. С утра я отливаю машину водой, с утра я пристегиваю ребенка в кресле, и я думаю, что многие мамы себе представляют, что в белом пальто отливать машину, это, наверное, не то, за что твое белое пальто тебе скажет спасибо, и даже бежевое пальто, когда ты пристегиваешь ребенка, когда ты вынимаешь его, а бежевое пальто тоже может оказаться очень недовольным. Кстати, одна зрительница, большое ей спасибо. Я вот только-только этот лайфхак прочитала, обязательно его опробую сегодня же. Она написала, Яна, для того, чтобы не запотевали стекла, и я почему-то уверена уже на 90%, что это рабочий лайфхак, необходимо перед тем, как вы ставите машину, оставляете ее, выключаете двигатель, полностью ее проветрить, чтобы температура в машине была такая же, как и температура на улице. Это на самом деле очень-очень разумно, потому что у нас замерзает не что иное, как конденсат, который образуется, когда становится холодно, а внутри машины еще тепло. И если вы так сделаете, то у вас не будут замерзать стекла. Я завтра же попробую, точнее сегодня я поставлю машину и, соответственно, сделаю опробу этот лайфхак. И на самом деле сегодня вообще было очень смешно с утра. Я выхожу и смотрю, какой-то мужчина около моей машины стоит и заглядывает внутрь. Оказалось, что это мой муж сегодня был, что называется, Molto Gentile. Он был очень галантен, он почистил мне сегодня стекла, хотя я очень люблю отливать машину. Я не знаю, мне нравится отливать машину, почему-то мне нравится смотреть, как исчезает лед. Вот он сегодня мне почистил машину, посмотрим завтра. Так вот, я о чем говорила, я что-то на пальто перескочила свое. Мне кажется, я все-таки говорила о том, что очень важно в парикмахерскую приходить с картинкой, потому что то, что мы объясняем, очень важно, чтобы мастер понял, как мы себе это представляем, что мы хотим. И также очень важно найти такого мастера. Это, кстати, в случае из ателье, в случае, когда вам вяжут на заказ, либо шьют на заказ, вообще что-то делают на заказ. Очень важно, чтобы вам не просто сделали то, что вы хотите, а чтобы вам объяснили, как, допустим, окраска, покраска, вот этот рисунок будет смотреться, будет работать на ваших волосах. Потому что мы очень часто себе хотим вот такое, не представляя себе, что здесь на картинке есть еще и укладка. Вот эта укладка волнами, она и придает особое очарование такому типу окрашивания. В то время как, если мы ходим с натуральными волосами, с натуральной прической, с которой ходит большинство из нас, не нужно здесь делать вид всем, что мы, в общем-то, с укладочкой с самого утра скачем. Никто не ходит с укладкой, вот так ходит. Я думаю, что я сейчас со своим мастером поговорю, и мы сделаем самое обычное классическое эмилирование. Я тоже много раз видео записывала про окраску, где говорила, точнее, немного раз видео записывала. Всегда советую всем делать классическое полосатое эмилирование. Оно сейчас прекрасно отрастает, сейчас все лояльно относятся к черным корням. Очень-очень просто такое эмилирование делать ему коррекцию, потому что, опять же, коррекция делается несколько иначе, чем делалось раньше. То есть не добавляются полоски, а затемняются, допустим, корни. И, соответственно, такое эмилирование, оно на самом деле вот на естественных волосах, без укладки, оно будет смотреться очень-очень адекватно, в то время как шатуш зачастую смотрится, ну, прямо-таки ужасно на волосах. Много раз об этом рассказывала. Сейчас я покажу своему мастеру фотографию, послушаю, что он мне скажет. Но я уверена уже на 80%, что, скорее всего, он мне скажет, я, потому что ему честно скажу, дорогой мой Альберто. Кстати, многие подумали, что он славянских корней нет. Он итальянец, их два брата, причем он итальянец, и, точнее, он парикмахер не в первом поколении. Так вот, я думаю, что я ему скажу честно, я вот так хочу всегда вот так, а хожу-то вот так я всегда со своими волосами. Я думаю, что мы сделаем самое обычное полосатенькое, полосатенькое эмилирование. Но мысль моя была также еще о другом. Я хотела также на ходу, что называется, поделиться лайфхаком, когда моя мысль ушла. Хотела также сказать, я знаю, меня смотрят начинающие блогеры. Я недавно посмотрела подписку, и YouTube выделяет мне отдельных блогеров, у которых 11 тысяч подписчиков, 15 тысяч подписчиков, 25 тысяч подписчиков. Выделяет в отдельную строку. У вас, наверное, эта строка, если вы блогер, тоже скоро появится. Хочу поделиться лайфхаком, который я тоже узнала от своей зрительницы. Огромное ей спасибо. Сейчас у меня ушла мысль, я выключила телефон и начала снова записывать. И звук, что называется, не скачет, потому что я записываю в машине, это помещение, оно очень похоже на студию, несмотря на то, что здесь есть стекла вокруг меня, но все-таки звук не отражается. А многие могли заметить, как сильно у меня скачет звук на любых разговорных видео. Почему это случается? Я стараюсь записывать одним дублем, именно потому, чтобы звук не скакал, но бывает, что ты забудешь. Бывает, кто-то в дверь позвонит, бывает, телефон разрядится, память заполнена. Бывает, кто-то позвонил на телефон, запись прервалась также. Так же, соответственно, если вы включаете телефон, не забывайте делать сильный, резкий, громкий хлопок в ладоши перед вашим лицом. Тогда микрофон настроится на любом устройстве, не важно, это телефон, либо что-то с чего-то другого вы записываете. Я на семерочку записываю простую, самую-самую простую седьмой айфон. Очень хорошо, кстати, я считаю, он фокусирует именно на съемку, если я снимаю не фронтальной камерой, а обычной камерой. Так вот, хлопайте в ладоши перед своим лицом, соответственно, микрофон будет настраиваться на звук около вашего лица. Он не будет, скорее всего, ловить шум, либо не так сильно будет ловить шум, даже из открытого окна, потому что вы уже настроили микрофон. Действительно, очень рабочий лайфхак. Единственное, что я, как блогер, точно могу сказать, всегда забываю хлопнуть в ладоши, либо очень часто забываю хлопать в ладоши. Ну что ж, дорогие зрители, вот такой у меня разговорный влог. Кстати, хочу ответить также на вопрос, почему я так много видео выпускаю. Начала-то я рассказывать, что машину я размораживала, и немного я, на самом деле, в этом влоге хотела рассказать о своих блогерских буднях, потому что сейчас со мной есть сумка, а в сумке у меня лежит компьютер. Очень часто, когда мы куда-то выезжаем с детьми, я знаю, будет час поездки, я знаю, что моему мужу не нужен штурм, мы в навигатор забили и более-менее доедем нормально, либо мы уже там были в этом месте, соответственно, мой муж знает, как ехать. Обычно ему требуются мои комментарии, куда свернуть, куда последовать прямо. Так вот, я всегда беру с собой компьютер, всегда беру наушники, я монтирую, я монтирую. Я, наверное, запишу отдельное видео, почему я так много работаю, но я могу сказать, что я так много работаю, потому что для меня работа стала, мой канал стал каким-то спортивным интересом. Я отказалась от любой другой работы, кто-то знает, кому-то я уже отказывала в пересылке, кто ко мне обращался, хотя раньше я очень часто говорила, пожалуйста, в особенности, когда распродажи, покупайте на сайтах официальных, я вам перешлю, вы будете лишены необходимости платить таможенную пошлину. Сейчас платится таможенная пошлина на покупку свыше 200 евро, не свыше 500 евро, как это было раньше. Но сейчас я от такой работы отказалась, я уже давно отказалась от консультации, тоже много раз объясняла, почему. Сейчас мой канал приносит мне огромное удовольствие, мне нравится выпускать по 5-6 видео в день, если я, конечно же, успеваю. Для меня это не гонка на выживание, для меня это гонка, которая меня увлекает. Мне очень интересно посмотреть, что произойдет, как можно развивать канал, как происходит динамика. Я поэтому сегодня сказала, что очень много у меня начинающих блогеров, соответственно, вот определенные вещи я делала совершенно осознанно. Сегодня я взяла компьютер, пока я буду сидеть под своим блондом, а сидеть я буду долго, потому что мы уже договорились, что все это будет происходить на низких оксидах. Соответственно, я буду снова монтировать, у меня компьютер, у меня наушники, я чуть-чуть поснимаю работу мастера, а потом просто буду монтировать. То есть я буду тратить свое свободное время, которое я могла бы провести за чтением очень полезного глянцевого журнала, я, в общем-то, потрачу таким образом. Ну что ж, дорогие зрители, вот такой влог у меня получился. Последний раз вы, наверное, меня видите в образе вот такой шатенки. И тоже запишу очень интересное видео, потому что на самом деле я очень по-другому стала себя ощущать перед камерой, как только я сказала себе, дала себе зеленый свет. Говорит, да, Яна, ты скоро станешь блондинкой. Я названивала своему мастеру в понедельник, в понедельник был салон закрыт, и мне был оставлен очень интересный комментарий от одной зрительницы. Я прекрасно поняла, о чем она написала. Она сказала мне, Яна, у меня такие же волосы, как у вас, тоже они были убиты, я в итоге стала их отращивать, отращивать, отращивать. В итоге мне так не нравился мой цветолос, мне было в нем некомфортно, что мне стали сниться сны, написала она, как я покрашусь. По-моему, она тоже хотела быть блондинкой. Но здесь, кстати, не важно, мы хотим стать блондинками, либо просто нам не нравится наш цвет, и мы хотим быть шатенками, но в другом оттенке, допустим, без красного подтона. Вот она написала, мне стали сниться сны о том, как я блондинка, как я поменяла цвет волос. Говорит, в итоге моя жизнь действительно поменялась в лучшую сторону, когда я просто пошла и покрасилась, несмотря на то, что я отращивала волосы. И могу сказать совершенно точно, волосы это украшение, это аксессуар. Волосами нужно пользоваться, отращивать косу до пояса, просто чтобы была коса до пояса. В общем-то, в этом, наверное, нет никакого женского смысла. Остановили волосы, если вам некомфортно, возможно, возможно, стоит задуматься о том, чтобы их покрасить. Но, как в той пословице, семь раз отмерь, один раз отрежь, семь раз подумай, один раз покрась. Потому что у многих из нас действительно есть только один шанс объясниться с парикмахером, выбрать парикмахера, пойти и покраситься. Что ж, дорогие зрительницы, желаю всем хорошего дня, хорошего настроения. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока. Продолжение следует...